Более подробно эту тему обсудим с Алексеем Гончаренко, член украинской делегации в Пламентской Ассамблее Совета Европы. Алексей, рад вас приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне немножко непонятно вот что. Да, по российским телевизорам рассказывали о 120-тысячной процентной явке, понятное дело, все цифры нарисованы, но они говорили, если говорить за Запорожскую область, о том, что Запорожская область, явка там максимальная, там чуть ли не 100%, но ведь они же не контролируют Запорожскую область всю, они контролируют только часть. То же самое касается Херсонской области, я имею в виду Левобережье, то же самое касается Донецкой области. Неужто российскому так называемому законодательству это не препятствовало дорисовывать цифры и создавать такую вот картинку мнимой поддержки Путина? Честно говоря, я не знаю вообще, что тут можно комментировать и обсуждать. Они могут объявить любую цифру, 300% голосовало, 500% за Путина. Ну, знаете, не имеет никакого значения. Очевидно, что ничего, что можно было бы назвать выборами и каким-то избирательным процессом, там не происходило. Это факт, о котором мы можем говорить с вами абсолютно уверенно. И, в общем-то, дальше комментировать детали этого фарса. Самая лучшая часть, это когда там голосовали полярные медведи, какие-то зайчики молились на урну. Вот этот весь кринж, который происходил вокруг этой истории, лучше всего ее характеризует. Пытаться оценить это с точки зрения каких-то процентов, выборов. Ну, о чем мы говорим? И с точки зрения того, что происходило как на оккупированных территориях, так и в самой России. Какая разница? И там, и там вооруженные люди в России убили, собственно говоря, всех оппонентов Путина, потенциальных. Не просто коронация императора, в которой вы должны были поучаствовать какая-то массовка и создавалась какая-то картинка. Ну вот вы показываете фрагменты этого. С таким же успехом можно было эти бюллетени на туалетной бумаге напечатать и в рулонах раздавать. Я думаю, что вот такие вот избиратели были бы этому только намного более рады. Было бы толк от всего этого движения. Поэтому нет смысла комментировать. Это фарс, это преступление на эти выборы на оккупированной территории даже Гитлер не додумывался проводить. Алексей, вот смотрите, какую интересную статистику нашел. Если говорить за временно оккупированной территории, вот я имею в виду Запорожскую область, Херсонскую, вот юг Украины, да? По статистике 2021 года, это конец 2021 года, практически перед полномасштабным вторжением России, более 60% респондентов отвечали, что негативно относятся к российскому президенту. Это практически перед полномасштабным вторжением. И тут раз из российских телевизоров говорят, что явка была чуть ли не 100%, 99,2%. Если быть точным, это о чем говорит РИА Новости, федеральная СМИ, кремлевская. И тут они говорят, что поддержка Путина была 90%, явка 99,2%. Более того, также мы уже говорили о том, что 2,5 тысячи правоохранителей приехало охранять от чего? От поддержки, да? Сдается вопрос. И вот более, на 80% больше избирателей было зарегистрировано, чем проживают на временно оккупированных территориях. Неужто и это, простите за жаргон, people's have it? Российский. Ну, часть российского people, в вашей терминологии, схавается что угодно. На них, наверное, в первую очередь это все и рассчитано. Но думаю, что все это еще рассчитано на кремлевского зрителя, которому тоже там рассказывают, что... Ну, пусть там ему говорят, да, конечно, не 90%, но, Владимир Владимирович, за вас там все. Это как на российском пропагандистских каналах показывают, кто там, мне кажется, Симонян был, которая рассказывала, что в Авдеевке, в Авдеевке, которую эти оккупанты разрушили практически до основания, она рассказывает, что, значит, в Авдеевке люди спросили только две вещи. Дайте нам хлеба и дайте нам проголосовать за Путина. Вот, собственно говоря, все. Ну, о каком юридической составляющем мы с вами говорим? Ну, вот они устроили там типа голосования в Авдеевке. Авдеевка разрушена до основания. Захвачена была буквально дни назад. А когда они успели этих людей, например, сделать российскими гражданами? Хотя бы формально. Ну, то есть, как? Кто, от чего эти люди вообще голосовали? Типа голосовали на типа выборах президента России. Какое они имеют в ней отношение? Даже если они там говорят, ну, какая-то процедура принятия гражданства. Ну, хоть минимальная. Ну, то есть, сидят люди по подвалам с украинскими паспортами. Вот их город Российская Федерация раскатала, уничтожила. И вот кто там выжил случайно, вот их там пришли. Ну, а какие они граждане Российской Федерации? Причем здесь они к выборам российского президента? Ну, это же полный такой-то абсурд, знаете. Есть такое ощущение, что хватали, там приехали какие-нибудь, я не знаю, из Монголии. Какой-то там ансамбль песни и пляски приехал в Россию с гастролями. Их схватили, потащили кидать бюллетени за Путина. Ну, то есть, там все равно вообще, кто, как, что. Ну, понятно же, никто ничего не считает, понятно, что все равно все. Даже вот сейчас вы показали кадры, если я правильно видел, там женщина достала украинский паспорт. Украинский паспорт достала, это же, ты понимаешь, ну, собственно, да, вот кадры. И что? Какое вообще голосование? Ну, им это все равно. Алексей, еще важный момент. В октябре прошлого года мы с вами записывали интервью на полях парламентской ансамблеи Совета Европы. И вы принимали участие в голосовании за резолюции по тому, чтобы признать Путина диктатором. И вы тогда сказали, что вот, когда будут перевыборы Путина, странно, вы уже тогда знали, что Путин станет президентом. Я думаю, какие во всем мире. Да, очень удивительно. Но вы сказали, что это будет как раз резолюция, вот прямо сейчас она будет в действии, когда Путина признали еще раньше нелегитимным после его же переизбрания. Вот сейчас настал этот момент. Что дальше? Какие дальше действия будут от Совета Европы, от Еврокомиссии Европарламента, от голосований? И какое будущее? Усиливается ли изоляция Путина сейчас при принятии и резолюций, и решений? Ну, это цель наша. А вот как, что из этого получится, посмотрим. Действительно, мы не зря работали над этим. И была принята резолюция, которая говорит о том, что Путин нелегитимно снова баллотируется. Потому что, безусловно, Путин является диктатором. Даже если взять и российское законодательство, то нет доли сомнения в том, что Путин является нелегитимным никаким не президентом, а просто самопровозглашенный президент. По-хорошему, его нужно переставать называть президентом, а говорить российский диктатор и российский самопровозглашенный президент. Потому что никакого права ни по какому законодательству баллотироваться он, безусловно, не имел. И это важная резолюция. Но теперь вопрос, как она будет реализовываться. Проблема не в легитимности Путина. Единственной, международной, не единственной, но основой международной легитимности Путина, к сожалению, является ядерное оружие. И то, что все равно всем странам мира приходится каким-то образом контактировать с Российской Федерацией в свете того, что это ядерное государство, постоянный член Совгеза ООН, хотя и незаконно. То есть Российская Федерация, она все везде незаконная. Везде она, безусловно, преступник. Но из-за вот этой первых инерции ядерного оружия, то, к сожалению, она продолжает присутствовать, в том числе на дипломатической карте мира. Путин пытается прорвать эту изоляцию. Очень серьезным шагом к его изоляции был ордер на его арест, выписанный Международным уголовным судом. Но, к сожалению, те страны, которые не входят в Международный уголовный суд, некоторые не ратифицировали юридический статут, мы видим, что Путин даже уже совершает какие-то зарубежные поездки, в частности, в арабские страны, в центрально-азиатские страны. И его там поздравляют другие такие же диктаторы, как он. Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Гондурас, кто там еще. Ну, в общем, вот такой набор стран, совершенно очевидный, который, ну, Беларусь, понятно, оккупированная Россией же Беларусь. В общем, объективно говоря, есть все основания у мира просто отказать Путину какой бы то ни было легитимности и перестать с ним контактировать, как с легитимным президентом России. Произойдет ли это? Это большой вопрос. И, к сожалению, я думаю, что не произойдет в той мере, в какой должно было бы произойти, по причинам, которые я только что назвал. Отсутствие каких-либо контактов с союзниками Украины, цивилизованным миром, Европейским Союзом, те страны, которые не признают эти выборы и не признают перевыборы Путина, давайте так говорить. Может ли это как-то повлиять на дальнейшую и экономику составляющую? Ведь по факту с каждым днем мы наблюдаем, что контакты России и Европейского Союза не как стран, а как товарооборота. Они же с каждым днем все больше и больше обрываются. Можно ли тут говорить о том, что ждет путинскую Россию после этих так называемых выборов? Путинскую Россию ждет стагнация, гниение и в конечном итоге развал. Но когда это произойдет, мы не знаем. К сожалению, геоэкономика... Ну, даже не к сожалению, не к сожалению, а это просто реальность. Геоэкономика мира изменилась. И Запад сегодня не так доминирует, как это было раньше. И Россия, поддерживая экономические контакты с такими странами, как Китай, Индия, она имеет возможность продолжать существовать, куда-то двигаться, куда-то продавать свои ресурсы, откуда-то получать какие-то товары. Да, в долгосрочной перспективе, конечно, по России ударят и санкции, ограничение доступа у технологий и многое другое. В краткосрочной перспективе, к сожалению, те наши ожидания, которые были связаны с тем, что санкции заставят Путина остановиться или вообще придут в смене режима Российской Федерации, они не оправдались. И здесь Россия перешла на рельсы фактически существования в конфронтации с цивилизованным миром. Однако за счет контактов с третьими странами, которые я назвал, и за счет того, что она фактически может предлагать уникальные ресурсы по уникально дешевой цене для этих третьих стран, они пользуются этим. Повторюсь еще раз, в долгосрочной перспективе, и, конечно, Путин обрекает Россию на нищету, отсталость, деградацию и в конечном итоге развал. Но сколько это времени займет, и сколько за это время Россия, путинская Россия, прольет еще крови всего мира и своей собственной, это их проблема, ответить на это, к сожалению, невозможно. Хорошо, тогда если сейчас говорить о продолжении путинской России, о продолжении путинского правления, существуют ли рычаги давления на Путина, есть ли в запасе еще что-то, кроме 13 утвержденных пакетов санкций, в общем, около 15 тысяч ограничений, внедренных против России союзниками Украины в том числе. Существует ли еще что-то, на что можно и нужно давить? Сложно с рычагами. Единственный язык, который понимает Путин, это язык силы. Вот тот язык, который понимают. Поэтому рычаги это патриоты, насамсы, хаймарсы, леопарды, брэдли и прочие представители фауны, которыми можно уничтожать главное. У Путина нет особой... Как сказать, у Путина есть, безусловно, какая-то поддержка в российском обществе, пропаганда работает, плюс, надо признать, эти выборы, так называемые, снова показали, что это не война одного Путина. Это война путинской России, России, для которой он своим милитаризмом, реваншизмом, империализмом. Россия больна всем этим, глубоко больна. И пока она не пройдет до империализации, как когда-то прошла нацистская Германия, и деноцификацию до этого, к сожалению, ожидать нам ничего не приходится. Поэтому главные рычаги – это сила, и только это может вынудить Путина остановиться, а в перспективе этому колоссу на длинненных ногах рухнуть. Ордер выдан на арест Путина. Можно ли сейчас также говорить о том, что и это один из методов давления на Путина, его изоляции от визитов, от дипломатических каких-то контактов? И насколько реалистично, что в ближайшее время может произойти это задержание, дабы он пристал перед судом? Ну, давайте будем реалистами с вами. Никакое задержание не произойдет по причине того, что это действительно действенный инструмент, и Путин никогда не поедет в страны, где это задержание произойдет. Это же говорит о трусливости Путина в том числе. Ну, это тоже мы все давно, это тоже для нас не новость, причем у датчика, который там за ним носят, который он там гадит и так далее, это все уже для нас никакой новостью не является. Как раз орден на арест, это был реальный инструмент изоляции Путина, потому что он существенно ограничил Путина его перемещения в Памиру. И даже, смотрите, перечень стран, которые подписаны римского статута, расширяется постепенно. Вот Армения, например, присоединилась. Армения, которая формально является союзником России, военным союзником через ВДКБ, но сегодня Путин не может больше вступить на армянскую землю, потому что армянская сторона должна будет его задержать. И Путин, я думаю, что это больше ему армянской земли не видать. Поэтому это реальный инструмент и очень важный инструмент как раз изоляции Путина. Сейчас как раз вы вспомнили за Армению, и Армении предложили подумать над тем, чтобы в дальнейшем она подала членство на заявку в Европейский Союз. Мы видим довольно-таки позитивные контакты и Орбана с Украиной, и министра иностранных дел с Украиной. Уже кроме личных встреч, также проводятся встречи и по телефону, и так далее. Говорит ли это о том, что Путин теряет еще одного своего? Я, ну, быть может, громко скажу троянского коня. Очень громко и очень грубо, но все же мы все видели и слышали заявление Орбана по отношению войны, которую ведет Россия против Украины. Насколько Путину страшно терять свои какие-то голоса внутри Европейского Союза? С Орбаном все не так просто. И я очень приветствую то, что Украина начала какой-то диалог, потому что у нас вариантов нет. И у Венгрии член Евросоюза, член НАТО, а все решения там и там принимаются, в том числе ключевые для нас, о членстве Украины там консенсусом. Я думаю, что нам не стоит рассчитывать на Венгрию как на полноценного союзника в ближайшее время. Но то, что мы, слава Богу, выходим из состояния какой-то такой холодной войны, это хорошо. Нам эта война холодная абсолютно не нужна. Но это абсолютно не значит, что Венгрия, Орбановская Венгрия разорвает связи с Россией. К сожалению, думаю, на это нам рассчитывать сами тоже не приходится. Они будут стараться получить свое и от России, и дальше использовать, шантажировать Европейский Союз. В конечном итоге Венгрия проголосовала за все пакеты санкций, за открытие переговоров с Украиной, ну или как минимум устранялась от противодействия тому. Поэтому думаю, что это продолжится. И обманывать себя насчет того, что раз в Венгрии наконец-то у нас появился какой-то диалог с Украиной, здесь больше вопрос, знаете, даже страны украинской. Мы какое-то время к этому диалогу не стремились. Но то, что мы сейчас к нему приходим, это правильно, но у нас тут вариантов нет. Нам нужно разговаривать со всеми, имея такого агрессора и врага, как Российская Федерация. Если мы видим такую коллегиальную работу, продолжение поддержки Украины в целом от наших союзников, насколько Путину, я бы не сказал, страшна, но неудобна такая объединенная коалиция вокруг Украины, продолжение поддержки Украины. Потому что мы видим, что практически на всех уровнях, вопреки тому, что говорит российская пропаганда, что об Украине все забыли, она никому не нужна и так далее, поддержка есть, финансовые пакеты выделяются, военная. Более того, Германия, которая еще донедавно была самым большим покупателем российских энергоресурсов, сейчас отказалась практически полностью. Более того, сейчас видим немецкие поставки вооружения и планы по строительству заводов на территории Украины. Это очень, я бы сказал, мощный разворот в сторону Украины. Насколько Путину неудобна эта долгосрочная поддержка? Она не просто ему неудобна, это для него самая главная его проблема. И он, конечно, все делает, чтобы ее раскачать. Тут есть не все. Нас тоже так радужно. Давайте будем объективными. Есть, к сожалению, проблемы в Соединенных Штатах Америки, проблемы с выделением помощи и голосованием Конгресса. И там действительно нам нужно работать. Но в то же время у нас действительно совершенно произошли стратегические изменения в Европе. Для Европы Путин враг. И путинская Россия враг. Это однозначно. Это уже звучит устами и президента Макрона. Это видно по действиям. Это стратегические изменения, которых не было десятилетия. И вот они произошли. Это очень важно. Это очень значимо. И пока все те усилия, которые Путин вложил, и миллиарды, и в подкуп политиков, и в пропаганду, и в продвижение российских интересов, но в Европе они обернулись ничем. Это все пылью обернулось. И здесь у него результатов нет. И, конечно, для нас это ключевое. Потому что Украине нужна помощь всех наших союзников для того, чтобы остановить Россию и победить в этой войне. Алексей, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Спасибо, это взаимно. Напомню, Алексей Гончаренко, член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.